Футболисты Футболисты Порядка 10 футболистов, у которых в этом году заканчивается срок контракта, до сих пор не знают, как сложится их судьба в следующем сезоне. Между тем, как признается главный тренер команды, никто не знает, что будет с «Шахтером» дальше. Все молчат, и вот это больше всего беспокоит, то, что никто не уверен в завтрашнем дне, никто не знает, что завтра будет. Сейчас закончится сезон, кто остается в команде, кто уходит. Вот эта вот неопределенность, она даже больше угнетает, чем вот эти какие-то задержки по зарплате. Приглашенные «Шахтеры-легионеры» вроде и вошли в ситуацию клуба. Зарплату ждут смиренно. При этом надеются, что руководству команды удастся рассчитаться с ними уже до конца сезона. Посмотрим, как будет до конца сезона. Там будем разбираться, ну, или вернуться, или как-то решать ситуацию. Помимо прочего, некоторым футболистам уже поступают предложения играть за другие известные клубы. Пока, по словам главного тренера, они согласились подождать с ответом еще пару недель. Если ситуация к тому времени не изменится, «Шахтеру», похоже, придется распрощаться с хорошими игроками. Руслан Идрисов, Еркел Антой Болдин, 7 News, Караганда. Нестабильную ситуацию в клубе сегодня, наконец, прокомментировал исполнительный директор «Шахтера» Ерден Халилин. По его словам, за 10 месяцев текущего года команда израслодовала 1 миллиард 700 миллионов бюджетных денег. Теперь, чтобы погасить долги и завершить сезон, им потребуется еще полмиллиарда тенге. Ерден Халилин отметил, что этот вопрос сейчас решает руководство Карагандинской области. Однако, в самом Акимате от комментариев отказались. Мы однозначно финансируемся только от областной бюджет. Без долги, над этим мы работаем, но до конца года, вы же знаете, ситуация в области. До конца этого года, дай бог, мы должны закрыть все и пожать руки всем футболистам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok